У каждого человека должна быть обязательно финансовая подушка безопасности, потому что бывают различные ситуации с жизненными. Не дай бог, если кто-то заболел или что-то сломалось, нужны деньги, и вот у вас как раз будут какие-то средства сэкономленные, скупленные, которыми вы сможете воспользоваться. Что, по-вашему, означает словосочетание «финансовая грамотность»? В первую очередь, это понимание того, как работают деньги, как их зарабатывать, а также, конечно, как ими пользоваться. Например, расходы финансово грамотного человека никогда не будут превышать его доходы. Об этом и многом другом поговорили на тематическом вебинаре, который состоялся в Щелковской общественной палате. В этот раз слушателями курса стали члены общества инвалидов округа. По инициативе общественной палаты Московской области, Муниципальная общественная палата провела сегодня очередной вебинар по финансовой грамотности для людей пожилого возраста нашего округа. Спикерами выступили представители Ассоциации развития финансовой грамотности и представители Банка России. Собравшиеся узнали о том, как правильно планировать свои финансы, как грамотно пользоваться финансовыми услугами. Также на вебинаре коснулись очень важного вопроса для людей старшего поколения, как защитить себя от финансовых мошенников, которых в наше время очень много. Злоумышленники могут звонить и представляться сотрудниками банка, при этом рассчитывая на доверительные отношения со стороны граждан. Любой позыв, любая попытка оказать какую-то помощь, люди на это соглашаются, не думая о том, какие будут последствия. А последствия, как мы уже сталкиваемся по жизни, далеко не хорошие бывают. Я знаю, что банки звонить не будут, представляясь сотрудникам банка. Надо обязательно переспрашивать. Потом оказание помощи на дому. Приходят посторонние люди, просят открыть дверь. Я сама с этим сталкивалась. Вебинары по обучению людей пожилого возраста финансовой грамотности будут проходить периодически. На них может прийти любой желающий без предварительной записи. Так, ближайшее мероприятие состоится 7 апреля по адресу улица Комарова, дом 18, корпус 1. Также по всем вопросам вы можете обратиться по телефону 8 496 56 6 51 86. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.